Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе, простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Друзья, ну как вы знаете, я сам пользуюсь двумя брокерами открытия Тинькофф, но как-то вот прям полноценного обзора приложения Тинькофф Инвестиции у меня до этого момента не было, хотя я вам его каждый день показываю, когда рассказываю о своих результатах. Ну и сегодня, друзья, решил восполнить этот пробел. Сегодня более подробно поговорим именно о функционале мобильного приложения, этого самого популярного на сегодня в России брокера. Перед тем, как мы начнем, попрошу вас поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное, друзья! Погнали! Ну, друзья, то, что брокер Тинькофф самый популярный, это я не сам придумал, это статистика, вот как показывает нам сайт банки.ру. В Тинькофф сейчас более трех миллионов активных клиентов, по пятам у него идет Сбербанк, у которого 2 миллиона 800 тысяч, на третьем месте ВТБ чуть более миллион, ну и дальше по убыванию БКС, открытие и Альфа-банк. Ну и еще вот, пожалуй, можно, наверное, Финам и Фридом Финанс в топ-7 добавить и все остальное, друзья, я бы уже в качестве брокера не рассматривал, чтобы не переживать за сохранность ваших денег. Итак, друзья, если вы ранее не открывали брокерский счет в Тинькофф, если вы вообще в принципе новичок, я вам сейчас расскажу, как все это делается. Ну, с этого, в общем-то, надо вам начинать. Разворачивайте описание под данным видосом, там ищите, друзья, две ссылки. Первое, что вам нужно открыть, это карта Тинькофф Black, в общем, она необходима для открытия брокерского счета, раз, для пополнения брокерского счета и для вывода денег с брокерского счета. То есть, это открывается как комплект, друзья, как две палочки Twix хрустящего печенья, молочный шоколад. Короче, откройте карту Тинькофф, вам ее привезет курьер, ходить никуда не придется. Ну и после этого откроете счет, можно делать и то, и то одновременно. В общем, разберетесь, друзья, там будет несложная форма, заполняете данные, если вы клиент Тинькофф, фамилия, имя, отчество, мобильный телефон. Друзья, все быстро, я, если честно, брокерский счет открывал уже больше года назад, все нюансы я не помню, как все это выглядело. То есть, я сначала открыл карту Тинькофф Black, потом я открыл брокерский счет, ну и само открытие брокерского счета, там занимает для клиентов уже банка Тинькофф, у кого есть карта, занимает там буквально несколько минут. Никуда, опять же, не надо ездить, ничего не надо заполнять, подписывать. Все дистанционно, друзья, в этом огромный плюс. Дальше, друзья, идете в Play Market, ну либо в App Store, если у вас iPhone. Короче, скачиваете два приложения. Первое выглядит вот так, это Тинькофф Банк, там у вас будет привязка всех ваших продуктов. Ну, главным образом, у вас там на первых порах появится карта Тинькофф Black и появится счет в Тинькофф Инвестиции. И второе приложение, которое вам нужно скачать, это непосредственно Тинькофф Инвестиции. Тоже найдете его по поиску, выглядит логотип слегка иначе, скачиваете и устанавливаете оба эти приложения на свой мобильный телефон. Я, друзья, для инвестирования пользуюсь только мобильным телефоном. Не нужны никакие терминалы, программы. Ну, естественно, у брокера и у Тинькофф есть онлайн-кабинет, личный кабинет, куда можно заходить как с браузера, так и с, допустим, ноутбука с компьютера. Но именно для торговли на бирже вам достаточно будет просто телефона, интернета и мобильного приложения. Все, друзья, больше ничего. Скачали, друзья. Сначала у вас появится вот такой вот желтый ярлычок. Зайдете в него, там, естественно, потребуется авторизация, все логины, пароли узнаете у чувака, который привезет вам, ну, либо у девушки, который привезет вам карту Тинькофф Блэк. Она вам все расскажет, объяснит, как пароль этот можно поменять. Можно даже прям попросить менеджера сказать, настройте мне все, обеспечьте мне доступ. Можно настроить по отпечатку пальца. Ну, друзья, с этим разберетесь, проблем нет. Итак, друзья, сначала мы, я покажу вам, как выглядит приложение непосредственно просто Тинькофф Банка. Ну, вот здесь вот будут все ваши продукты, все ваши открытые счета, счета, к которым у вас имеется доступ, накопительный счет, ну, и вот брокерские счета, в том числе, они тоже здесь будут отображаться. Вот, как мы видим, у меня есть два брокерских счета. Один просто брокерский, второй индивидуальный инвестиционный. У вас, друзья, все будет аналогично. Чем больше продуктов Тинькофф вы откроете, тем больше этот список у вас будет. Ну, и теперь, собственно, давайте к приложению. Вот оно вверху, посерединке, черное приложение Тинькофф Инвестиции. Доступ туда тоже производится аналогичным образом. Первично надо зайти через логин, пароль. Потом можно настроить доступ по отпечатку пальца. Я, например, вхожу во все мобильные приложения брокеров, как Тинькофф, так и открытия по отпечатку. Мне кажется, сегодня это удобно. Итак, друзья, вот мы оказались на главной странице. Давайте для начала пробежимся по всем пунктам меню. Посмотрим, что вообще это приложение умеет, как в нем работать, как им пользоваться. Все интуитивно понятно. Тинькоффское приложение считается одним из лучших на рынке. Поэтому, друзья, в этом плане вы будете пользоваться абсолютно топовым продуктом. У Тинькофф есть минусы. Основных минуса два, друзья. И я назову их в самом конце видоса. Это два больших минуса этого брокера. Ну, как больших. Для кого-то больших, для кого-то не очень. Но во всем остальном, друзья, брокер Тинькофф – это, безусловно, high level. Итак, смотрите. После того, как вы входите в приложение, вы сразу оказываетесь в своем счете. У меня их, друзья, два, поэтому можно, видите, переключаться между ними. Ну, если вы только начнете, вам вполне хватит одного. Значит, что тут можно делать в этом окне? Во-первых, мы можем менять динамику за сегодня и за все время. То есть, нажимая вот на эту кнопочку. И после этого будет отображаться ваша доходность за весь период, пока вы инвестируете, и за конкретный день. Также можно менять валюту. Вот если я нажимаю кнопку на слово «в рублях», то после этого, видите, переключится мой счет на отображение в долларах. То есть, это та же самая сумма, просто Тинькофф ее сейчас по текущему курсу переконвертировал. И аналогично можно посмотреть в евро. Возвращаемся в рубли. Мне просто так привычнее. Дальше, друзья, в кнопочке «Операции» мы будем видеть все последние движения по нашему счету. Пополнение, выводы, покупки активов, продажи активов. Абсолютно все-все-все очень удобно и очень информативно. Активные заявки – это те заявки, которые вы подали, но они еще не исполнены. Пополнение счета, друзья, элементарно. Нажимаем кнопочку «Пополнить». Тут же Тинькофф нам подтянет те продукты и те карты, которые есть у нас, как у клиента. Ну вот, например, я могу пополнить со своей карты Тинькофф Блэк. Могу пополнить с долларового счета, где у меня ноль с еврового, с фунтового. Ну и могу, в принципе, вообще любую карту, какую захочу, добавить. Но удобнее, друзья, и бесплатно, без комиссии, и быстро все это делать, естественно, через Тинькофф Блэк. Соответственно, здесь вводим сумму, которую хотим пополнить. Далее нажмем кнопочку «Пополнить», и мгновенно происходит перевод, буквально в доле секунды. То есть после того, как вы нажмете на кнопку, не надо ждать ни минуту, ни час, ни день. Вот нажали – все, деньги уже на счете. Дальше, друзья, портфельная аналитика. А, ну, избранная. В избранном у нас находятся те бумаги, которые мы пометили вот этой звездочкой. Ну, это стандартная классическая штука. Все, что вам вдруг понравилось, вы захотели за этим последить. Нажали кнопочку «Избранное». Все, разумеется, после этого будете уже мониторить этот список, если он вам интересен. Ну, например, за какой-то акцией вы хотите понаблюдать. Допустим, она вам приглянулась, хотите посмотреть на нее там за неделю, как она себя ведет. Добавили в избранное, зашли, проверили. Портфельная аналитика. Здесь, друзья, вся Тинькоффская статистика. Ну, вот, допустим, мои активы по данному счету. Видите, Тинькофф мне даже выставляет оценку сбалансированности. Слабенько, но на его взгляд. Но у меня, друзья, просто стратегия раскладывать все по разным счетам. Видите, тут даже есть рекомендации, что мне может подойти. Ну, Тинькофф считает, что доля акций у меня маловато в моем портфеле. Но у меня акции просто лежат на другом счету. Здесь у нас разбивка идет по компаниям. Здесь у нас идет разбивка по отраслям, разбивка по валюте. Потом сам портфель, где можно посмотреть доходность за месяц, за полгода, за год и общую доходность. Ну, короче, вот эта часть, друзья, честно скажу вам, выполнена не лучшим образом. Например, в брокере открытия, которым я тоже пользуюсь, все это более наглядно. Здесь нету графиков таких более понятных. Ну, то есть, вот что касается доходности Тинькофф, либо это просто недоработка. Мне почему-то даже кажется, что они так делают умышленно, чтобы немножко размылить взгляд инвестора. Ну, знаете, как в казино, допустим, не висят часы. Мне кажется, вот это тоже из этой серии. То есть, лишний раз инвестору не показываются реальные цифры для того, чтобы он, видимо, пребывал в каком-то заблуждении. Дальше, друзья, здесь у нас, собственно, ниже, если мы пролистываем, будет весь список наших бумаг. Ну, например, этот счет, на котором я вам показываю, он у меня фондовый, у меня тут будут фонды. Потом валюта. Ну, вот у меня, видите, тут в трех валютах всего тут по несколько штук. Немножко центов, евроцентов, чуть-чуть рублей. Ну, и, естественно, в каждый из инструментов мы можем зайти отдельно, ну и в нем уже поковыряться. Вот что касается информации по эмитентам, это, друзья, топ вообще. Здесь Тинькоу нет равных. Прекрасные графики с доходностью за разные периоды. Видите, вот мы зашли, например, в фонд и видим, какая у него динамика по разным интервалам. Очень хорошие обзоры. Ну, по фондам не лучший пример. Давайте я вам лучше все-таки покажу, наверное, по акциям. Ну, вот заходим, например, в любую из них. Вот смотрите, друзья, обзор. Очень полное описание. Потом нам показывается стакан. Стакан – это заявки. Те заявки, которые в настоящий момент имеются по данному активу. Так, подвисаем немножко. Ну, сейчас торги недоступны. Вообще они, в принципе, будут. Потом пульс, друзья. Прикольная штука. Многие пользуются. Это такой получат, полублог. То есть люди выкладывают свои мысли. Можно читать, комментировать. Ну, и за кем-то прям даже следить. Короче, такой продвинутый инвестфорум. Прогнозы, друзья, по данной бумаге. Тинькофф их тоже подтягивает с разных агентств. Тоже очень удобно. Отличные данные по показателям. Всегда все под рукой. То есть любого эмитента можно, прям не отходя от кассы, в самом брокере очень качественно проанализировать. Ну, и разумеется, данные по дивидендам. Еще тут есть новости по компании. Ну, то есть, видите, где в слове есть, собственно, слово по... Слово названия данной бумаги. Тинькофф каким-то образом сюда собирает эти новости. Ну, и события. Те события, которые данная бумага имела в вашем портфеле. Например, вот мне Эбви трижды уже платила дивиденды. Ну, и Тинькофф мне... А, нет. Вот одно действие это было покупка в апреле. И после этого дважды я получал по данной компании дивиденды. Короче, тут все мега круто, друзья. Давайте посмотрим дальше. Теперь мы в самом низу нажимаем на такую шляпу. Ну, и здесь тоже очень крутая вкладка. Здесь, короче, собрано много-много всего разного полезного. То есть мы можем пользоваться разными инструментами. Тинькофф, например, выбрать отдельно информацию по разным валютам. Выбрать информацию по разным акциям. И их, соответственно, по разным критериям отсортировать. Ну, вот видите, например, премиум, российские акции. Что тут у нас еще есть? Иностранные акции. То есть поиск данных и логистика, ну, выполнено просто, просто идеально, просто безупречно. Потом мы можем отобрать акции по разным скринерам. Это вообще классная штука. Например, мы можем создать скринер по разным критериям. Ну, то есть какие-то определенные показатели. Например, выбираем Россия, сектор транспорт. Ну, что нас еще интересует? Ну, например, ПЕ, чтобы было меньше 30. Вот нам, пожалуйста, 8 российских компаний, которые отвечают этим критериям. Очень удобно. По этим скринерам можно подбирать интересующие вас бумаги. Например, выставлять размер дивидендов. Ну, либо делать что-то еще. Ну, и Тинькофф, соответственно, вам соберет портфель по вашим рекомендациям. Дальше. Собрать портфель. Вот это вообще прикольная штука. Выбираете разные... Отвечаете на разные вопросы. Видите, сколько вы готовы потратить и так далее. Ну, я это уже все проделывал. Выбираете, какие компании хотите собрать. Нажимаете продолжить. Ну, и видите, Тинькофф нам предлагает сбалансированный портфель. Он обязательно засунет сюда облигации. Видите, ОФЗ-шку засуну. 26201 в Саренбургскую область облигацию. Ну, и компании. Видите, Полиметалл, НМТП, Магнитогорский комбинация, Верстальт от нефти, Казань Орксинтез и Юнипро. Я не говорю, что надо пользоваться этими штуками и собирать акции именно по этим скринерам. Но, как минимум, для информации вещь, друзья, очень крутая. Календарь инвестора. Отдельно про это видос снимал. Тоже хорошая вещь. Здесь собраны разные события, которые могут быть интересны инвестору. В основном это корпоративные действия, выплата дивидендов, ну и еще всякие разные штуки. Выплата купонов, например. Вот, друзья, видите. То есть, можно выставить по моим бумагам, ну и посмотреть, что ожидается в ближайшее время по моим компаниям. Например, в январе AMD выпустит отчетность с Microsoft. Потом 27 числа Align Energy заплатит дивиденды. Ну, короче, очень-очень интересная вещь. Дальше, друзья, тут разные популярные инструменты. Это целые блоки. Ну, например, какие бумаги пользовались наибольшими, наиболее популярными поисковыми запросами. Вот Coca-Cola, Zenex, Netflix. Ну, то есть, то, что люди ищут в приложении. Дальше. Топ просмотров, ну и так далее. События недели. То есть, в этом приложении можно залипнуть конкретно. Видите, можно почитать всякие статейки любопытные. Ну, в этом плане Тинькофф, конечно, большие молодцы. То есть, они создали такую целую какую-то геоинвестиционную систему. Куда можно зайти и, собственно, как в каком-нибудь Инстаграме или, я не знаю, Ютубе залипнуть, читая одну статью за другой. Акции топ-первых покупок. Дальше Тинькофф нам рекламирует свои собственные фонды. Можно про них почитать. Лидеры торгов. Компании с дивидендами. Видите, разные подборочки. Топ-7 по див доходности. Потом, что купить на этой неделе. Потом информация по мировым индексам. Лучшая динамика. Лучшая динамика. Российские рынки. Американские. Худшая динамика. Ну и дальше уже по бумагам. Взлеты дня. Падение дня. Все это тоже зачастую бывает полезно почитать. С чего начать? Статьи для новичков. О финансовой грамотности. Об инвестициях. Ну, короче, друзья. Здесь много-много всего интересного. Ликвидные акции. Крупнейшие компании США. Короче, если вы только-только собираетесь погружаться в мир фондового рынка, приложение Тинькофф для вас будет не просто инструментом торговли, но и инструментом, безусловно, обучения. Друзья, это, по сути, такой крупный медиа обучающий ресурс. Дальше, друзья. Лента. Кнопочка лента. Здесь у нас будет тоже разная информация. Разные статьи. Разные блоги. Ну, я, если честно, здесь особо не копаюсь, ничего не читаю. Но, в принципе, если совсем нечем заняться, либо в туалете надолго засиделись, можно даже это полистать. Дальше, друзья. Чат. Вот это очень крутая вещь. Короче, у Тинькофф все движники, все проблемы, все вопросы решаются через чат. И чат у них работает очень круто, друзья. Могу вам сказать, что в любое время дня и ночи, когда бы я не писал, ну, в течение, там, максимум 10 минут всегда отвечают и решают любую проблему. Как правило, отвечают значительно быстрее, там, в течение минуты, там, полутора-двух. И всегда помогают. В чате у них работают, я так понимаю, не штатные люди, а просто они набирают по договорам оказания услуг каких-то ребят, может, студентов. Я не знаю, кто там консультирует. Но делают они это довольно быстро, довольно качественно. В этом плане тоже огромный лайк. Ну и уже кнопочка «Еще», это самый нижний правый угол. Там уже, друзья, будет ваша непосредственно личная информация. Ну, свою я светить, естественно, не буду. Но единственное, что могу вам показать, это, друзья, тариф. Там будет отдельная вкладочка, можно его посмотреть. Тариф меняется очень просто, друзья. Поменять его элементарно. У меня тариф самый начальный, называется он «Инвестор». Сейчас я вам покажу, как его изменить. Для этого, друзья, в том меню, где, собственно, будут ваши бумаги, после того, как вы их начнете покупать, в верхнем правом углу есть такая шестереночка. Здесь много полезного. Можно пополнить счет, вывести деньги. Вывод, кстати, осуществляется так же просто, как и вот. Мы просто указываем, откуда вы выводим и указываем, куда выводим. Ну вот у меня, видите, он подсказывает ту самую карту Тинькофф. Тоже все довольно просто. И вывод происходит тоже мгновенно. Автопополнение для ленивых. Для тех, кто хочет пополнять счет на какую-нибудь сумму каждый месяц. Ну, либо для тех, кто боится эти деньги потратить на пивко, чтобы Тинькофф сам все это перекинул на брокерский счет. Ну и здесь же, друзья, отчеты, кстати. Очень нужная, важная вещь. После того, как вы разберетесь с функционалом приложения, отчеты вам обязательно понадобятся. Здесь вы можете посмотреть отчеты о всех своих операциях, по налогам, ну и так далее. За разные периоды, видите, тут можно менять год, месяц и так далее. Это все, безусловно, вам тоже пригодится. Так вот, друзья, тариф. У меня подключен тариф инвестор. И это, друзья, первый косяк, о котором мне надо вам рассказать. Тарифы Тинькофф дорогие. Друзья, это факт. Вот, например, тариф инвестор, который у меня обслуживание по нему бесплатно. То есть нет ежемесячных платежей. Но смотрите, какая гигантская комиссия. 0,3% за сделку. Здесь Тинькофф показывает, какие инструменты мне доступны. Доступны у меня нет доступа к небиржевым инструментам, нет доступа к участию в IPO, нет персональных рекомендаций. Но, в общем и целом, все основное, самое необходимое здесь присутствует. Единственное, друзья, это вот эта гигантская комиссия 0,3%. Ну, для сравнения, у всех кошерных брокеров сейчас комиссия уже не меньше. Точнее, не более 0,05%. Но Тинькофф просто обдирает на этом тарифе. Вопрос от вас логичный. А какого фига ты тогда на этом тарифе сидишь? Очень простой ответ, друзья. Я, естественно, все это посчитал. Торгую крайне мало. Активы только докупаю. И то делаю это нечасто. И даже если я перейду на следующий тариф, у меня все равно будет получаться на нем дороже. Если вы будете торговать много или торговать на большие суммы, этот тариф для вас противопоказан. Он вас разорит. Тариф номер два. Вот на него, собственно, можно перейти, когда вы уже освоитесь, друзья. Он называется трейдер. Здесь уже комиссия адекватная. 0,05% за сделку. Ну и можно почитать все остальные условия. Но, друзья, есть тоже косячище. 290 рублей в месяц отдадите в том случае, если торгуете. Бесплатно будет только в те месяцы, когда вы не торгуете. Или у вас есть премиальная карта Тинькофф. Оборот по сделкам за прошлый месяц от 5 миллионов. Или при наличии портфеля от 2 миллионов. Если всего этого у вас нет, тогда 290 будете отслюнявливать. Друзья, это тоже очень много. Например, в брокере открытие сейчас 0,05% и никаких дополнительных комиссий больше нет. А в ВТБ, говорят, расценки так и еще более выгодны. В этом плане, друзья, Тинькофф с нас дерет по полной программе. Но, возможно, имеет право, потому что приложение просто шикарное. Ну и последнее, друзья. О чем мне надо вам рассказать? Как, собственно, торговать? Нажимаем кнопочку «Что купить?» И в самом верхнем углу нам надо выбрать либо тикер компании. Тикер – это краткое наименование компании. Либо ввести ее название. Ну, например, ну что мы хотим с вами? Хотим мы Тесла вдруг купить, да? На все свои денежки. Вводим слово «Тесла». Вот, пожалуйста, «Тесла Моторс». Выбираем эту бумагу. Можем про нее, разумеется, почитать. Все, что нас интересует. Смотрим, что она стоит 846 долларов. И, друзья, в тот день, когда биржа будет торговать, внизу будут две кнопочки «Купить и продать». Сейчас этих кнопочек нет, потому что видос записываю в выходной. Торги начнутся через 19 часов 16 минут, как мне подсказывает брокер. Поэтому, друзья, нажмете на кнопочку «Купить». Ну и дальше все просто. Практически как на Алиэкспресс купить, я не знаю, какой-нибудь гаджет. Все быстро. Укажете, на какой счет покупаете. Если у вас на счете достаточно средств. Покупаете, ставите покупку по рыночной цене. Можно выставить лимитную заявку. Но это, друзья, уже разберетесь по ходу пьесы. Там ничего абсолютно сложного нет. Укажете количество лотов, которые приобретаете. И буквально через несколько секунд бумаги окажутся на вашем счете. Но, друзья, не забывайте, что при торговле акциями торги проводятся в режиме Т2. Это значит, что фактически владеть бумагами вы начинаете только на второй торговый день. Значит, если вы, допустим, сегодня хотите заскочить в компанию под дивиденды и сегодня в компании отсечка, то вы в нее не запрыгнете. Надо купить ее два дня до того момента. Ну и, друзья, косяк номер два, о котором я вам обещал рассказать. Первый – это высокие комиссии. Второй косячище, друзья, база Тинькофф. База эмитентов – она не полная. То есть вы не найдете в брокере Тинькофф абсолютно все бумаги, которые вдруг захотите покупать. Там будет весь топ, там будет весь такой золотой российский рынок, голубые фишки и ежи с ними. Но если вдруг вы захотите купить какую-то региональную энергетическую компанию, бумагу второго эшелона, либо какую-то американскую, возможно, не столь популярную акцию, то вы их просто не найдете. Друзья, я с этим сталкиваюсь ежедневно. То есть в базе Тинькофф нет гигантского количества акций. Возможно, вас это не смутит. То есть самыми популярными бумагами вы без проблем поторгуете. Но если вдруг вы такой оригинал и хотите торговать чем-то необычным, то, друзья, вам не к этому брокеру. Еще раз напоминаю, чтобы открыть брокерский счет, первое – разворачивайте описание, либо открывайте первый комментарий, там я тоже повешу ссылки. Открываете карту Тинькофф Блэк раз, открываете брокерский счет по моей ссылке два и начинаете инвестировать три. Все, друзья, всем, кому понравилось, подписывайтесь. Буду вам рассказывать о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учиться инвестировать вместе с вами. Хорошего дня, друзья. Пока-пока.